Всем добрый день. Мы начинаем презентацию программ финансов и инвестиций банки и мастер наук по финансам Российской экономической школы. Меня зовут Елена Алексахина, я директор по приему. И наша презентация будет включать в себя три пункта. Во-первых, это презентация директора программы о этих вопросах. Во-вторых, мы предоставим слово нашим выпускникам. И в-третьих, мы расскажем об условиях поступления. Сейчас я бы передать слово Олегу Шибанову, кандидату в языке математических наук, обладательной степени PHD Лондонской бизнес-школы, профессору Рэш, директору Центра финансовой технологии и цифровой экономики в школе Рэш, а также директору программ финансов и инвестиций банки и мастер наук и финансов. Олег, вам слово. Всем добрый день. Смотрите, значит, у меня относительно короткая презентация. Я надеюсь, по крайней мере, я постараюсь не растекаться по древу. С другой стороны, у нас очень удобный формат взаимодействия, мне кажется, потому что, в принципе, вам легче задавать вопросы, мне опять же, кажется, в таком режиме разговора, чем в режиме каком-то, где вас видят в лицо, да, и неостроумно шутят в ответ. Поэтому, если у вас появятся вопросы, вы их задайте. У меня буквально девять слайдов, если я правильно понимаю. Поэтому я сейчас быстро, опять же, надеюсь, по ним пробегусь. И, если можно, вопросы давайте после этого, чтобы я не сбился с мысли, а то, мало ли, времена сложные. Надеюсь, вы все здоровы, у вас все хорошо, и вы видите, что моя голова постепенно пропадает. Это нормально, это как в зуме работает задник. Вот, хорошо. Значит, смотрите, действительно, два формата, две программы у нас есть в Рэш по финансам для людей, условно, без большого или вообще без опыта работает. Финансы инвестиций, банк Мастернов по финансам. Значит, в чем идея вообще того, что мы сделали? Ну, вы видите, какие времена настали. То есть, с одной стороны, малый и средний бизнес терпит большие убытки и, наверное, получит очень большой удар. Сейчас мы как раз обсуждали буквально и сегодня, и на прошлой неделе все эти вещи тяжело идет. На самом деле, у нас сейчас в бизнесе вся такая вот процессная изменчивость. Я даже не знаю, как это правильнее назвать, потому что просто взрывное совершенно развитие многих вещей и резкое исчезновение других. А с другой стороны, понимаете, что всегда, по крайней мере, на ближайшие годы останется в тренде и будет важным для тех, кто приходит на эти относительно начальные позиции. Ну, это, естественно, анализ данных. Значит, здесь история совсем простая. Я ремарками, опять же, все время говорю, что Гарвард дошел, наконец-то, до того, что он уже бакалавров начинает учить экономики на самом первом вводном курсе, давая им возможность выбора между описательным, давайте просто поговорим про качественные какие-то подходы к экономике, и количественным. Когда первокурсников бакалавриата берут за руку и нежно проводят через методы анализа данных для того, чтобы они умели отвечать на какие-то экономические вопросы, не с точки зрения, один сказал вот так, а другой сказал вот так, а с точки зрения, что нам говорят данные. Это не очень просто, на самом деле, с людьми начинающими, потому что у них с эконометрикой, с статистикой часто не так хорошо. С другой стороны, это важный шаг вперед. И вот для нас, для финансистов, это с самого начала, там, с 16-го года мы стартовали активную, наверное, работу над магистратурой, и в 15-м году у нас был первый поток людей на одногодичной программе. Так вот, мне кажется, что мы с самого начала делали относительный упор на это. Вот то, что я дальше буду объяснять и рассказывать, это, на самом деле, попытка намекнуть на то, что программа, конечно, не для всех. Она, конечно, не инкорпорирует любого участника. Вот опять же, мелкой ремаркой, сейчас закончился мой курс, который я читаю, я несколько читаю курсов на программе, но один из них, и по его итогам, наверное, некоторое количество студентов будет вынуждено, ну, если не покинуть программу, то, по крайней мере, а я не знаю другого слова, покинуть программу. Вот, в этом плане, действительно, она не для всех, она для людей, которые хотят заниматься вещами близкими к тому, что будет очень трендовым в ближайшие годы. Может быть, когда-то трендовым будет обнимать людей, и тогда и Гарвард, и мы поменяем свой подход, да, мы гораздо больше упор будем делать на эмоциональный интеллект, на какие-то вещи, которые придется тогда развивать. Ну, ладно, в общем, анализ данных – это очень важно, а у финансистов анализ данных – это всегда было ключевым вопросом, потому что данных было всегда много. Почему я там когда-то PhD решил делать по финансам? Ровно потому, что вы можете много интересных эмпирических вещей сделать на этих данных и вытащить из них какие-то инсайты, которые позволят компании, бизнесу, регулятору, министерствам что-то новое узнать. И вот в нынешние кризисные времена, на самом деле, это постоянно нам, макроэкономистам, макрофинансистам приходится делать. Ну, и если вы думаете про то, почему мы так сильно напрягаем, почему мы все-таки заставляем студентов вкладываться в учебу, а не просто выдаем им диплом РЭШ и говорим «идите, ищите работу», ну, ровно потому, что мы понимаем, что и среднесрочно, и долгосрочно карьера довольно сильно зависит от того, что вы успеваете обсудить. Мы не дураки. То есть люди, которые вот в РЭШ работают, они относительно образованные, довольно умные, а временами находящиеся где-то вот на границе лучших мировых исследований, если мы про академию, или лучший policy work, если мы говорим про советы, там, как государство что-то делать, как бизнес развиваться и так далее. Но я сам работаю, как Елизавета совершенно точно заметила, в двух местах, в российской экономической школе, в бизнес-школе Сколково, поэтому я пытаюсь совместить эти подходы и у себя в голове тоже. Так вот, эксперимент, который провела одна замечательная калифорнийская школа, университет, они обнаружили, что если снизить объем преподаваемых предметов, то рынок труда это очень быстро понимает. И если человек, выходящий из программы, оказывается, знает меньше, вот как раз где-то на 10% они сократили количество курсов, то внезапно обнаруживается, что рынок труда понимает, что этот человек уже не столь готов, скажем так, к некоторым вещам, к развитию, к дальнейшей карьере, как раньше, и зарплаты почти один в один снизились. Я очень смеялся, потому что, ну, казалось бы, 4 года или 4,5 года учебы – это одно и то же. Юмор оказался таким, что, ну, вот, замьютить микрофон – это тоже важное умение для людей, которые у нас сейчас в чате, но, с другой стороны, и вот учиться достаточное количество времени и тратить его на что-то полезное, развивающее, и то, что позволит вам дальше это использовать, мне кажется, чрезвычайно важным. И это то, что мы делаем. Значит, у нас две программы. Финансовая программа, как вы знаете, с этого года с любовью объединилась с программой энергетической, и поэтому мы внутри программы теперь сразу много треков имеем, включая трек «Ресурсная экономия». Значит, наша двугодичная программа, она чуть более длинная, но двугодичная – это просто магистратура, традиционная российская. Одногодичная программа – это формат дополнительного профессионального образования, то есть это скорее полезно или подходит тем людям, которые, условно, на мехмате шестой год не знают, чем заняться, или условно думают, что у них очень хорошее первое образование, такое бывает часто, и они хотят быстро-быстро понять, финансы. Значит, мы на двугодичной программе принципиально ее создавали таким образом, чтобы она была совместима с работой, для нас это очень важно, и я думаю, что вы видите сейчас мышкой, буду периодически на слайде что-то показывать. Значит, у нас примерно пополам, теперь по головам, по крайней мере, людей, которые наши штатные профессора с PhD или с сильной кандидатской и другими регалиями, более академическими, и с другой стороны, где-то 50% – это люди, приглашенные из бизнеса, которые раньше или до сих пор работают в какой-то индустрии, и могут нам что-то важное рассказать. Я чуть дальше про имена какие-то вам напомню, но по большому счету все это люди отобраны вручную и способны рассказывать многие вещи очень хорошим и полезным образом. Естественно, в RASH в целом приветствуются многие вещи, связанные с guest speaker, с открытыми лекциями, тра-та-та. То есть там, в принципе, достаточно широкий спектр того, что мы пытаемся делать, включая и карьерную поддержку, стажировки. И на программе у нас стажировки – это довольно важный момент, который влияет нам, наверное, на то, с каким знанием студенты выходят в итоге после программы. В чем особенности обучения? Поскольку у меня в голове, ну, во-первых, пять лет в бизнес-школе учебы, потом я работал в Орвике всего год, потом я вернулся в Россию, теперь вот в бизнес-школах разных, российских, одновременно с RASH стараюсь сотрудничество поддерживать. Значит, у меня в голове картинка бизнес-школы. То есть, если вы думаете про сравнимые программы, это, конечно, не программы какие-нибудь мастер финансов, и мы вас еще научим клепать хейч-фонды. Наша программа гораздо более широкая. Если вы смотрите на спектр того, что есть, вы можете на сайте без проблем посмотреть на спектр курсов, то она фактически одна финансовая программа для людей без опыта работы, которая позволяет объединить сразу широкий спектр интересных или неинтересных, не знаю, курсов от корпоративных финансов и финансового анализа в Excel до того, что очень глубоко уходит в математику, вплоть до мат-финансов, этих тяжелых, на самом деле, математических методов. Вот в этом плане мой подход очень... Наш подход RASH, но мой как директор программы очень простой. Мы пытаемся сделать аналог хорошей программы, хорошей бизнес-школы. Все-таки London Business School отложила отпечаток, неизгладимый на мое самосознание. Но при этом надо понимать, что среди обязательных курсов, которые мы требуем студентов проходить, существенное количество связанных с анализом данных курсов. То есть это и Python, и SQL, которые мы учим, естественно. То есть мы не бросаем вас в воду и говорим «плыви», мы все-таки целенаправленно заставляем вас выучить эти вещи в рамках модульного курса. Но мы одновременно добавляем и другие сверху. Эконометрика, мой курс по оценке активов, он относительно такой эконометрический, сейчас неправильно высказался, эконометрический, он легкий, а с точки зрения интуиции экономической, финансовой, которая там лежит, он довольно неприятный, его приходится крепко обдумывать. То есть, в принципе, на анализ данных завязана ну, некоторая часть курсов. Я сейчас оценить не смогу, но третья, я думаю, на программе точно может быть половина. Другая половина — это курсы поближе там, soft skills и подобным вещам. Ну, естественно, мне очень нравится история с кейс-клубом, с метроскелл-клубом, с кейс-компетишн, с которыми мы участвуем, включая там CFE Research Challenge, включая какие-то другие отдельные соревнования. Это важно, особенно для тех, кто собирается в консалтинг, или кто хочет все-таки с самого начала выстраивать свою карьеру разумным образом, разговаривая с тем человеком, который уже проходил этот путь, и может вам что-то подсказать. Ну, соответственно, люди, которые у нас преподают, это широкий спектр людей. Опять же, вот, действительно, штатные, штатные, профессора там с PUD, в верхней половине слайда приглашенные люди из бизнеса, в нижней половине слайда. Очень разные эти люди, некоторыми мы особенно гордимся, некоторые вам меньше известны, конечно же, потому что они не публичные, но они совершенно выдающиеся люди, как оказалось в процессе нашего и сотрудничества, и, естественно, развития их карьеры. Поэтому, с моей точки зрения, здесь очень хороший баланс и очень хороший микс. Мы продолжаем экспериментировать, мы приглашаем в следующем году новых людей на новые курсы, на старые курсы. Постоянно происходит вот эта вот попытка. При помощи, кстати, ответов студентов, советов их, что нам нужно улучшать или ухудшать, если это нужно. Вот, при помощи этих советов программу тоже видоизменять каждый год. У нас довольно существенный тюрновер преподавателей, конечно, происходит по разным причинам, включая то, что мы каждый раз пытаемся усилить людей, которые с нами сотрудничают. Ну, и на одногодичной программе, наверное, ключевое то, что первый год это практически совпадает с двухгодичной программой, то есть там разницы практически нет с точки зрения набора курсов или стиля, в котором студенты сотрудничают с преподавателями между собой. Активная роль студентов в классе это тоже очень важный момент. То есть кроме того, что мы стараемся научить, по крайней мере, базовому, но, может быть, и не столь простому временами анализу данных, мы с другой стороны стараемся студентов немножко расшевелить. То есть есть люди, которые приходят к нам, наверное, не готовыми разговаривать с окружающими или там с преподавателем, а уходят от нас, я хотел плохое слово сказать, но сказал хорошее, очень активными. И, значит, в этом плане нам, конечно, важно все, что происходит как в классе, так и вне класса. Нам очень важна обратная связь. Мы постоянно, например, после каждого модуля, я, Елена Симонова, которая является исполнительным директором программы, другие коллеги, мы разговариваем со студентами, выясняя, что было в курсах хорошего и плохого, как можно их менять для того, чтобы стало еще лучше. И бизнес-кейсы существенную роль играют. Мы не можем даже точное число сказать, там очень варьируется год от года, от 20 до 35 где-то бизнес-кейсов разбираются в течение года обучения. И это важный с моей точки зрения момент. Я сам фактически в год 6 бизнес-кейсов разбираю, потому что я считаю это очень важным форматом работы над какой-то проблемой, ну и с другой стороны возможности поговорить с студентами в хорошем режиме. Значит, на двухгодичной программе чем отличается? Но на втором году много курсов, которые недоступны студентам первого года. И с другой, опять же, это видно по программе, то есть если вы зайдете на сайт, вы сразу увидите, мы совершенно ничего не прячем, вы сразу увидите даже базовые силы, бусы этих курсов, ну и так далее. Но, что важно, мы все-таки обнаружили, что есть существенная польза от того, что студенты стараются на втором году делать свои исследования. То есть как это ни удивительно, и при том, что все-таки большинство из них пока академические, смотрите, мы стараемся подтягивать людей из индустрии все больше и больше. Вот сегодня, на прошлой неделе, я с еще одним человеком договорился на следующий год, чтобы он был научным консультантом. Сегодня я снова разговариваю с другим человеком. У нас постоянная попытка это все больше и больше сделать прикладным. То есть вы, конечно, не можете написать отчет по индустрии и выдать его за качественные исследования, достаточные для магистрской работы, но вы можете, например, объединить такие отчеты разных компаний, будь это публичные или не публичные, проанализировать их и сделать какие-нибудь интересные выводы, что, например, разброс мнений аналитиков зависит от того, насколько у компании, например, прогнозируемая индустрия. Такие вещи очень интересными получаются, когда их специфицируешь, но неважно. Есть обязательная стажировка. Опять же, если вам захочется детали, можем поговорить. Это, по-моему, не очень осмысленно. Это просто история с тем, что мы заставляем всех пройти летние стажировки. То есть мы требуем, чтобы люди вынуждены были трудоустроиться куда-то или другим образом эти стажировки найти и пройти, потому что это очень важно для дальнейшей карьеры. Если вы выходите после хорошей программы без всякого опыта, это бессмысленность. Вам нужно иметь этот опыт, вам нужно хотя бы какие-то летние стажировки в своем анамнезе и в своем CV показывать, для того, чтобы найти хорошее предложение о работе. И эти летние стажировки, конечно, могут быть совершенно разными и в очень разных компаниях. Я часть из них сейчас покажу. Ну вот. Значит, что еще? У нас несколько специализаций. Опять, это все есть на сайте, в том смысле, что специализации доступны. Сейчас порядка семи, с учетом вот этой новой ресурсной экономики, которая с нами приключилась. Ну и, наконец, последний слайд, это то, где работают наши выпускники или проходили стажировки наши выпускники. Это очень разные компании. Это, понятно, широко, широко это компании консалтинговые. Понятно, что это банки, да, существенные меры, где-то аналитики, где-то даже макроаналитики, что меня очень впечатляет, потому что макроэкономики на программе довольно мало. Где-то это фонды прямых инвестиций или венчурных инвестиций, или это фонды, связанные с, ну, с менеджментом, управлением активами и так далее, и так далее. Я думаю, что наши выпускники сейчас скажут какую-то правду или неправду, не знаю, про программу. Вот, а теперь давайте я взгляну на чат, посмотрю, что там с вопросами, может быть, быстро отвечу. Вот, и тогда мы перейдем ко второй уже составляющей с нашими выпускниками. О, гениально, никаких вопросов пока нет. Вы их набрасываете в чат, потому что я сейчас выключу звук, не буду даже выключать видео, но я в любой момент, когда у вас вопросы появятся, после там второй или третьей части выпускников или Елизаветы, подключусь, отвечу на все ваши вопросы. Опять у меня до там 6.30 минимум есть время. Влияет ли средний балл на поступление? Сразу же появляется вопрос. Нет, на самом деле у нас просто экзамены, про которые Елизавета действительно дальше скажет. И человек, который сдает эти экзамены, он вне зависимости от этого балла на программу попадает. Там есть маленькие тонкости распределения грантов. Вот если у вас высокий средний балл, и вы попали как бы на границу такого взаимодействия с кем-то еще и борьбы, скажем, за бюджетное место, если вы набираете 20 баллов из 20 наступительных, вот в этой ситуации может так получиться, что ваш средний балл диплома повлияет. Но это там четвертый, кажется, критерий в списке критериев, поэтому честно как бы... Да, совершенно верно, да. Это, наверное, совсем последний критерий, который был использован, да, в очень редких курсах задействуем. Да, сколько бюджетных мест? Отличный вопрос. Одно. Бюджетное место, у нас широкий спектр грантов. Мы стартуем, по-моему, со скидки... скидки, ха-ха... с гранта. 80% от стоимости обучения за 20 баллов и потом идем по снижению, по 10% за каждый балл. Мы принципиально не очень сторонники бюджетных мест. Мы, я имею в виду, дирекцию программы. Значит, сколько... Можно ли совмещать с работой? Смотрите, с работой там тонкости всякие. Вы можете совмещать примерно две недели, вот потом вы увидите, что у вас уже сон закончился, и после этого вам будет совмещать сложно. Но у нас есть люди, которые выпустились с программы из двухгодичной, с многодичной, кажется, тоже, я пытаюсь вспомнить просто, двухгодичной точно, которые это смогли сделать. Им было больно, очень больно, но они гении, большие гении, поэтому у них все получилось. Это очень тяжело. У нас дикая нагрузка и временами студенты приходят с такими... Вы знаете, они не опухшие, они наоборот, осунувшиеся белые лица. Я так смотрю и думаю, это потому, что они много пьют или потому, что много учатся. И вот тут я перестаю понимать. Кофе очень плохо влияет на лицо, поэтому старайтесь пить его тоже меньше. Так, поиск летних стажировок. У нас есть карьерный центр, который активно этим занимается и старается вам максимально помочь, потому что как раз основная работа карьерного центра это предложить вам широкий спектр возможностей. Но, смотрите, у нас цель, чтобы вы попали на желательно оплачиваемую летнюю стажировку и желательно пройдя все вот эти тяжелые этапы интервью. Ко всем вещам, включая интервью, включая разбор кейсов, многие вещи, мы особенно во вне учебной практики готовим. И в этом плане, если вы куда-то целенаправленно хотите пойти условно в консалтинг, то Кейс Клуб, например, очень сильно этому помогает. Но наша цель не в том, чтобы вас насильно запихнуть в исследовательский центр Олега Шибанова. Как бы я директор центра Сколковой Рэш, и технически мы бы могли там сказать, а, ну ладно, давайте, вот идите рабами, работайте у нас бесплатно. Это не цель. Цель в том, чтобы вы попали условно на биржу, в BCG, там, я не знаю, в Google, там, если повезет, это тяжелая штука. И смогли потом выстраивать свою карьеру правильным образом. Поэтому, да, помощь широкая и ответственная, но по итогам все равно это зависит очень сильно от вас, то, что вы находите или не находите эту стажировку. Так, это производственная практика, Тимур, вы совершенно правы, ровно это и засчитывает. Мехмат и физтех, это прекрасно. О, Мехмат и физмат. Физмат тоже есть, есть такие места, где есть физмат. Вот, окей, окей. Какой процент не с Мехмат и физматом? О, хороший, кстати, вопрос. Практически весь процент не с Мехмат и физтеха, я бы так сказал. Ну, Елизавета сейчас уточнит, она, по-моему, просто более точные данные имеет, но смотрите, у нас очень много экономистов и людей других гуманитарных специальностей. Экономисты не гуманитарии, здесь надо быть абсолютно честным, вот, но историки, юристы, там, философы тоже, то есть многие люди, которые решили поменять свою карьеру, они к нам приходят, и в том и идея программы, чтобы постараться людей, которые не хотят связывать свою жизнь с глубокой математикой, научить правильному анализу данных, научить многим вещам из финансовой индустрии и после этого надеяться, что они себя найдут в своей карьере. Так, общежитие есть, но об этом, опять же, Елизавета, наверное, чуть более кратко упомянет. Английский язык. Ну, смотрите, у нас есть английский язык на программе, и мы ему много пока что учим. Мы ведем очень бурные внутренние и внешние дискуссии, потому что пока это четыре модуля, на которых студенты упарываются, это плохое слово, да, очень много работают для того, чтобы все это сдавать. Там какое-то дикое количество нагрузки, дикое количество, ну, кстати, интересных, на самом деле, все-таки курсов, и сейчас дискуссия идет. Смотрите, дело в том, что большинство материалов, которые мы используем, они на английском языке, поэтому с точки зрения профессиональной лексики и вашей необходимости там презентации научиться делать, это все выстраивается. С точки зрения погружения в вокабуляр GRE, если вы плотно с ним работали, или диккенсовский вокабуляр, нет, этого не происходит. Мы не программа, которая учит языку, но мы, безусловно, английскому уделяем существенное внимание. Так, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Студенты МАЕ не могут послушать почти никакие курсы финансов, у нас есть совместные курсы по финансам с программой МАЕ, их примерно там три-четыре, я не буду вас запутывать, потому что там я сам запутался, ну, назовем четыре, потому что, видимо, и Горовой, и Обижаева, плюс еще пару курсов по маркетингу, которые мы тоже шерим с МАЕ. Но, понимаете, технически мы не запрещаем приходить на лекции, потому что это было бы бредом, да, практически студенты МАЕ просто не могут приходить на эти лекции, потому что у них свои лекции в другой аудитории, и они реально замучены, то есть, ну, как и, впрочем, любой студент РЭШ, сейчас я что-то слишком много слов замучено, да, использую, ну, они напрягаются, вот, назовем это так, как и везде, впрочем, на работе потом приходится напрягаться. Так, есть люди, да, конечно, о, конечно, конечно, тут вот как раз, смотрите, это очень хороший вопрос про математический бэкграунд, я уже пять лет пытаюсь победить этот странный миф, что в РЭШ могут учиться только математики и физики. финансовая программа принципиально, если вы сталкивались с финансами, с консалтингом когда-то в жизни, вы знаете, что основная часть работы это сидеть на стуле, вот, на стуле, и упорно трудиться, готовя материалы, готовя слайды, перебирая мировой опыт, третий, пятый, десятый. Если вы думаете, что вам в этом помогает математика, то вы молодец, но нет, на самом деле основная часть истории работы финансовой индустрии очень слабо завязана на математику. Есть отдельные сегменты, никто не спорит, есть хитч-фонды, где еще сложнее там без математики, невозможно, наверное. Но финансовая программа, опять же, посмотрите на спектр курсов немного, прикиньте, немного там по программам, как они выглядят, отдельных курсов, если вы опять же опасаетесь, мы очень разных людей переучили в очень серьезных, на мой вкус, финансистов, консалтеров далее везде. Я говорю, что историки, философы и юристы получают, мне кажется, от программы чуть ли не максимальную пользу, потому что там экономисты, которые частично все-таки повторяют материал, ну, в другом разрезе, но все равно, они, может быть, даже меньше пользы получают, чем те, кто приходит вообще без знания этих вещей и переучиваются. Так, способствует... Нет, нет, нет! О, нет, этот вопрос снова задан. Значит, смотрите, прикладная. Я сейчас что-то сильно разозлился, извините, я сейчас вернусь назад. Прикладная, где это слово написано? Прикладная. Значит, у нас прикладная программа по финансам, слово PHD стоит забыть. Ну, давайте теперь без ярости, да, аккуратно. Значит, у нас было три выпуска нашей магистратуры, два, два выпуска нашей магистратуры, третий будет летом, естественно, двадцатого года. Пока вот из этих очень сильных, на самом деле, выпусков, кто-то думает о PHD. Некоторые топовые студенты вдруг обнаружили, что им это интересно. Я не уверен, что у них будут такие же перспективы, как у студентов МАЕ, и я крайне, крайне не рекомендую идти на программу, если вы хотите ехать на PHD. Идите на МАЕ, вас там научат делать академические статьи, и вы с удовольствием едете на PHD. Вот, это мой ответ. Не ходите, пожалуйста, за этим на финансовую программу. После совбака однозначно имеет смысл идти туда, куда вы хотите. Значит, если вы видите, что ваша карьера, хорошо, совбак, это совместный бакалавриат, РЭШ и Высшая школа экономики. Это бакалаврская программа, на которой сильные студенты получают много удовольствия. Если вы в индустрии себя находите, это ответ отдельно взятому человеку, я понимаю, но все равно. Не надо идти учиться, поработайте какое-то время, серьезно, не ходите никуда. Просто поймите, что вам в будущем будет нужно. Да, РЭШ улучшит ваши перспективы, честно. Ну, то есть, мы видим, что улучшения некоторые происходят. Но если вы уже в BCG, не ходите вы учиться. Поработайте вы два года, три года, я не знаю. Поймите, что вам нужно. Может быть, у вас душа настолько закипит, что вам захочется на PHD, который я только что упоминал. Вот. Ну, хорошо. Так, значит, я надеюсь, что про PHD я ответил. Не ходите к нам, пожалуйста, если вы хотите на PHD, не ходите к нам. Ну, и последний самый вопрос, я передаю слово все-таки коллегам. Значит, нефтегазовое дело и госструктуры. Вот, соединим этот вопрос. Смотрите, значит, про подготовку к поступлению Елизавета сейчас скажет, поэтому я давайте пока не буду задевать этот вопрос, но потом вернемся, если останется время. Я думаю, опять, до полседьмого у меня совершенно все свободно, я с вами. Вот. Какие госструктуры? Значит, почти ни в какие, но, как ни странно, Минэк – да, Минфин – да, ЦБ – да, если вы ее тоже называете госструктурой. Поэтому это зависит от ваших карьерных убеждений и устремлений. Если вы хотите стать министром трудовых ресурсов, мы этому вас не научим. Я думаю сейчас. Нет, точно не научим. Это не к нам. Это даже, возможно, на МАЕ. Там, в принципе, про труд много говорят. Но, как показал опыт, люди находят себя в разных местах. Вот. Так. Сорян, давайте вот мы здесь остановимся, потому что там вопрос про МИЭФ. Конечно, МИЭФ, ну что вы, ну почему вы задаете этот вопрос? МИЭФ в миллион раз лучше, ведь он в миллион раз дольше работает и в миллион раз больше людей выпустит. Сравнивать очень некорректно, честно скажу, особенно под запись. И в этом плане я бы вам рекомендовал посмотреть на программу. Это самое правильное. Посмотрите на набор курсов и просто поверьте пока мне, как директору, что мы делаем максимально возможное, чтобы люди, которые читают эти курсы, были адекватны и интересны, как спикеры. А дальше вам придется выбрать самому, я не буду сравнивать себя ни с какой другой программой. Пожалуйста, Елизавета, я передаю слово тогда выпускникам, пожалуйста, представьте их, а я пока отключаю звук. спасибо большое, Олег, за ваше выступление. Сейчас мы хотели бы предоставить слово нашим выпускникам, и в первую очередь это будет Дарья Волосова. Дарья, я тогда передаю тебе слово, включая свою камеру, мы будем очень рады тебя видеть, я вижу тебя в участниках. А я включила. О, если можно. Привет. Привет. Да, спасибо большое. Да, ребят, я надеюсь, меня хорошо видно, слышно, если что, пишите, пожалуйста, я читаю ленту, представлюсь, меня зовут Даша, я закончила программу, это был первый выпуск два года назад, сейчас я работаю в BCG, уже больше года, уже второй год идет, вот, у меня вообще изначально такая история, сложилась, я закончила Нехмат в Новосибирске, бакалавриат, соответственно, и вот узнала о РЭШ, совершенно случайно, думала, ну, хотела поступать, естественно, да, и вот выбирала между программами там по экономике, Майя, и по финансам прикладную. Я, ну, из-за математического бэкграунда, да, в принципе, не готовилась, можно было пройти туда и туда, но я для себя на тот момент поняла, что я немножко устала от теоретических концепций, которые я не очень понимаю, как складываются, ну, прикладываются, да, в реальный мир, то есть, как это применить, можно, мои знания, поэтому я выбрала финансовую программу, на самом деле, я считаю, что я абсолютно не ошиблась, потому что каждый день там на своей работе сейчас, до этого я работала в инвестиционных фондах, там, в private equity, в venture capital фондах, и действительно, там, на ежедневной основе я действительно использую те знания, которые я получила в RASH, как-то и не странно, да, это как раз английский язык, кстати, это презентационные навыки, это умение работать в команде, то есть, такие немножко, как бы, soft skills, да, но эти soft skills, они формируются во время вот этого финансового обучения, естественно, там, в фондах финансы очень помогли, это как бы очевидно, я даже не буду устанавливаться, там, и отбор пройти помогло, и работать помогло, там, с легкостью, там, строить модели, оценки, там, рынок смотреть и прочее, вот, я, наверное, остановлюсь больше на другой части, то есть, сейчас там, работая в консалтинге, я не так часто, не знаю, я не строю финансовые модели, то есть, это может быть от кейса к кейсу, но для меня это не так актуально сейчас, для меня, наверное, самые такие важные навыки, это, во-первых, ты знаешь, что все, что угодно, ты можешь сесть и разобраться, потому что RASH, это очень концентрированный набор знаний и навыков, которые тебе нужно очень быстро освоить, и очень быстро показать, какой-то результат, вот, то есть, это на самом деле для меня, это самое большое, чему я научилась, это быстро концентрироваться, верить в то, что я могу сделать, разобраться в чем, в чем угодно, такими вот короткими спринтами, жить, да, для меня сейчас это действительно такой лайфстайл, потому что, как в консалтинге, так и в RASH, у вас каждую неделю что-то новое, у вас все дисциплины идут по 7 недель, это такой короткий спринт, у вас есть очень жесткий дедлайн, там каждую неделю вам нужно сдать какую-то огромную домашку или какой-то огромный проект, чаще всего это что-то командное и групповое, и это реально научило жить в условиях работы, ну, если бы я пошла после мехмата в консалтинг, я бы, во-первых, я бы вряд ли прошла, да, объективно, может быть, конечно, и прошла бы, но работать бы мне было значительно тяжелее, это абсолютный факт. На самом деле, хочу еще немножко рассказать, почему, наверное, стоит поступать в RASH, что я для себя поняла, да, мы, школа, это реально то, что расширяет горизонты, то есть вы, когда поступаете, вы, скорее всего, не знаете, кем вы будете работать, да, я думала, что я буду работать там в финансах, условно, ну, нет, когда я поступала, я думала, что я буду работать в финансах, я не работаю в финансах сейчас, но, тем не менее, у меня была возможность попробовать, и эту возможность мне дала школа, это абсолютный факт, то есть поступая сейчас, вы даете себе возможность через два года сделать какой-то выбор карьерный, что очень важно. Также еще немного скажу, наверное, про такую неучебную, неучебную активность. Тут звучало, я не слушала все выступления Олега, к сожалению, но звучали слова про менторскую программу. Олег, я очень извиняюсь, работа, она такая. Звучали слова про менторскую программу, про кейс-клуб. Да, соответственно, кейс-клуб — это то, что передается в Рэш, так сказать, с поколения в поколение. Так получилось, что мне передали эту эстафету ведения кейс-клубом. За год, наверное, мы, ребята, смогли пообщаться со всеми консалтинговыми компаниями, с большой тройки, с второго эшелона. То есть большинство из них мы ходили в офис, общались с консультантами, даже сами что-то рассказывали, нам давали фидбэк. То есть для вас это будет реальная возможность, во-первых, познакомиться с индустриями, а во-вторых, если уж очень хочется, что вы чувствуете в себе такие силы, это взять на себя некоторые обязательства и начать продвигать какие-то инициативы. И что мне очень понравилось, любая инициатива, которую вы хотите запустить в школе, она будет реализована реально. То есть, если вы правда этого хотите, не знаю, там, администрация, там, дирекция программы, все вокруг сделают реально все, что от них зависит для того, чтобы у вас все получилось. И это очень здорово. Такой поддержки я не ощущала, наверное, нигде. Второй момент, что хотела рассказать, да, опять же, в тему поддержки, это поддержка выпускников. Вот мы как раз запустили с ребятами менторскую программу. Я не знаю, сколько там сейчас людей, но, по-моему, порядка 80 менторов. То есть, это реально выпускники, выпускники Рэш, которые готовы, там, один раз в две недели или, там, один раз в месяц потратить, там, один или два часа, некоторые тратят три часа на то, чтобы поговорить с вами о вашем карьерном развитии, о вашем персональном, личностном росте, рассказать о своем опыте и дать какие-то, там, настоящие советы, которые можно использовать в жизни. То есть, допустим, не знаю, ну, там, остальные все по-разному взаимодействуют, да, я там сейчас не буду вдаваться в подробности, я со своим ментором общаюсь, например, один раз в месяц. Это такой же выпускник Рэш, такой же выпускник BCG, который, там, по сути дела, прошел тот же самый путь, там, только 20 лет назад. Вот, соответственно, и это огромный опыт, который он мне готов со мной поделиться, и для меня это очень ценно. Вот. Наверное, так. Если какие-то есть вопросы, думаю, что мы потом просто все вместе ответим с ребятами. Даже был один вопрос по поводу уточнения, где ты сейчас работаешь и на какой позиции ребят. Да, я сейчас работаю в BCG, с инсультантом. Окей, спасибо большое. Мы бы хотели дать... Спасибо большое, Даша, оставайся в чате тогда, если будут вопросы. И мы бы хотели дать слово Артему Котову. Артем, я видела тебя в чате. Ты можешь включить? Да, я тут. Меня слышно? Да, супер, тебя слышно, да. Да, всем привет, ребят. Я закончил программу МАФ в прошлом году. Я обучался на долгодичной программе и пришел из МГИМО. То есть из гуманитарного вуза, полностью с гуманитарным образованием, с математикой там все не очень хорошо. Если кто-то тут есть из МГИМО, то вы, скорее всего, знаете. То есть поступить и учиться можно, если вы этого хотите, и без математического бэгграунда. Как раз были вопросы такие в чате. Почему я решил пойти именно в РЭШ после МГИМО? Ну, потому что захотелось учиться, а не сегместер, да, как говорится. И учиться, по правде, пришлось очень сильно. То есть ты реально... Это очень жесткая смена обстановки, жесткая смена того, что ты делаешь, распорядка дня, того, что ты вообще делаешь каждый день. И очень много надо учиться. То есть надо быть к этому готовым. Если вдруг появилось чувство и тяга к знаниям, то это идеальное место, чтобы начать. Начать, причем, можно как раз с магистратуры и неважно, какой бакалавриат. Сейчас я уже работаю в международном рейтинговом агентстве Moody's на позиции... Ну, аналитиком, но позиция называется как помощник-аналитика. Ну, в разных компаниях очень сложные структуры просто должностей. В РЭШ мне показались наиболее эффективными и полезными курсы практически все. Но в основном это, естественно, были финансовые моделирования. То есть то, чего не было на бакалавриате. То есть это были какие-то математизированные курсы, типа эконометрики, которая, как кажется, сначала... Ну, то есть когда я приходил, она особо не нужна, но на самом деле она используется везде, и сейчас она используется в моей работе. Тоже, хоть и немного, но в любом случае задействована. Также финансовое моделирование, естественно. Я как раз, так как в рейтинг-агентстве, мне приходится каждый день, ну, почти каждый день строить модели компаний. Соответственно, в РЭШ это мучает. И это очень на многих собеседованиях спрашивают именно финансовые компании. Также очень полезные курсы оказались по программированию. То есть сейчас мы живем в мире, в котором в будущем многие работы, скорее всего, заменят роботы. Может быть, даже в ближайшем будущем. И очень полезно уметь знать, как они работают. Уметь их, ну, хотя бы такие базовые знания, как это все работает, как работает программирование, как работает анализ данных. Да, как раз то, о чем говорил Олег. Я, кстати, сейчас очень сильно жалею, что не взял курсы по машинному обучению, пока учился. Так как думал, что я их не потяну, так и своим нематематическим бэкграундом. Но зря, потому что у нас есть многие примеры, которые спокойно прошли, сдали и, самое главное, поняли, естественно. Потом, что очень хорошо в РЭШ, это то, что учат именно думать, а не зазубривать. То есть на многих домашних заданиях, на многих экзаменах можно дойти до ответа. Если ты понимаешь материал, именно вот понимаешь, не учишь что-то, а не зазубриваешь. Я вот никогда просто ненавидел это дело, а вот именно понимаешь. Если ты что-то понял, то ты можешь дойти до ответа, даже если ты не знаешь какую-то формулу, например. Так, также в РЭШ дает тебе уверенность, наверное, на собеседованиях. То есть, когда ты приходишь на собеседование, ты более уверен в себе и на это обращают внимание работодатели. То есть, если ты даже что-то не знаешь на собеседовании, на что-то не можешь отметить, ты можешь как-то либо выкрутиться за счет общих знаний, которые довольно обширные, получается, благодаря РЭШ. А во-вторых, ты это можешь сказать уверенно, что работодатель даже не заметит, что ты можешь где-то ошибся. Также, как и сказала Даша, это очень, РЭШ очень сильно помогает и учит тебя познавать что-то новое, что-то, ну, потому что знать все на свете, естественно, нельзя. Ты каждый раз будешь чему-то учиться, проходить. То есть, приходя в новую компанию, ты по-любому будешь учиться, ты не будешь знать, чем она именно занимается и на этой позиции. Все будет по-разному. Я вот несколько компаний уже сменил к этому времени, везде все по-новому, но именно РЭШ тогда обучила меня, что нужно, как именно выучить определенный объем информации, понять определенный объем информации в краткие сроки. Ну, все вроде. Спасибо большое, Артем. Спасибо. Если есть время, то же оставайся в чате. Если будут вопросы, можно будет тоже с ребятами пообщаться. Спасибо большое, что нашел время присоединиться. Никита Ермаков. Никита, можешь, пожалуйста... Да, да, конечно. Добрый день еще раз. Добрый день. Меня зовут Никита, как уже представили. Я тоже выпускник программы МАУ 2019 года. Начну, наверное, коротко про себя. Я закончил бакалавриат МГИМО по направлению МЭО со специализацией в банковском деле. И параллельно с РЭШ я также закончил магистратуру экономического факультета МГУ. Сегодня мои коллеги, бывшие одногруппники, рассказали вам, почему они выбрали нашу программу, что обучение стена хорошим дало, ну и как складывается их на текущий момент карьерный путь. Со своей стороны, я хочу, наверное, сконцентрироваться больше на внутренней кухне программы и более детально о ней рассказать глазами бывшего студента. Я бы хотел остановиться на трех ключевых аспектах, которые, на мой взгляд, выделяют программу, делают ее уникальной. Во-первых, как бы это банально ни звучало, это действительно качественные и актуальные знания, которые приобретают студенты. Наша программа, как уже говорил Олег, ставит себе цель, чтобы на момент выпуска студенты могли трудоустроиться в места с очень высоким входным порогом и с высокими требованиями как по хардскилам, так и по софтскилам. И, на мой взгляд, для этого программа приглашает на курс очень выдающихся как академических профессоров, так и экспертов из индустрии. Профессора школы рассказывают вам не только какие-то фундаментальные базовые вещи, но и освещают последние научные события, учат вас разбираться в довольно сложных академических концепциях и даже на примерах вам демонстрируют, как эти знания могут в действительности применяться. Эксперты же с многолетним опытом помогают студентам погрузиться в глубь различных направлений, например, можно вспомнить управление активами, банковское дело, deal advisory, и при этом помогают приобрести необходимые навыки. Это может быть от техники оценки стоимости компаний до методов квантификации рисков, допустим, в банковском секторе, от программирования и анализа больших данных до оптимизации работы компании в какой-нибудь индустриальном секторе, допустим, metals and mining. Во-вторых, что, наверное, имеет смысл выделить, это то, что на программе у студентов есть возможность адаптировать свой график в течение всего периода обучения. Бессловно, как и на каждой программе, в каждом ВУДе есть обязательные предметы, которые необходимы в обязательной последовательности, в обязательном модуле закрыть, пойти и сдать. Однако практически с самого начала у каждого студента есть возможность, исходя из своего опыта, бэкграунда и даже личных особенностей, выстроить обучение так, как вам это требуется. То есть давайте подумаем о каких-то примерах. У нас, как вы уже слышали, есть студенты, которые закончили МФТИ и МИХМАТ. И, допустим, вас интересуют более математизированные предметы. Пожалуйста, у нас есть предметы, которые вас могут заинтересовать. Или, допустим, у вас есть уже оффер с довольно четкой датой выхода, и вам требуется набрать нужное количество кредитов. Вы можете адаптировать свой график так, как вам это нужно, и вы можете набрать кредиты как на первом, так и на втором годе обучения. Или, допустим, вы решили полностью изменить свой карьерный путь и пришли из совсем другой сферы. У нас есть люди, которые пришли, закончив вузы с, скажем так, нефтехимией, с химическим профилем, есть люди, которые закончили ИСАА. И у студентов есть возможность более планомерно набрать себе предметы, постепенно вливаться в новую, на самом деле, новую для них жизнь, и к концу обучения, тем не менее, стать очень сильными специалистами в той индустрии, в которой они захотели развиваться. Это иногда кажется мелочью, но иметь такую возможность выстроить свой трек обучения, разобраться, какой курс вам интересен, какой предмет вам необходимо заново послушать. Это очень важно. И, наверное, последний, но немаловажный пункт, о котором мы так или иначе сегодня уже пытались проговорить, это то, что Рэш гордится своей сетью нетворкинга среди выпускников и студентов. И это в том числе отражается на том, что студенты нашей программы приобретают, поступая в Рэш. У нас студенты школы объединяются и совместно участвуют в таких соревнованиях, как CFA Research Challenge, в свое время я в нем участвовал, M&I Challenge, в M&I Challenge участвовала, например, Даша Волсова, McKinsey Business Diving и так далее. Совместная работа над такими сложными задачами не только прокачивает приобретаемое вам издание внутри школы, но, безусловно, улучшает ваше резюме. Кроме того, у нас, как уже было обсуждено, в свое время студенты школы организовали Case Club, который помогает готовиться к отборам в консалтинговой компании. Этот клуб активно коммуницирует с представителями консалтинговой компании, готовит студентов к отборам, и при этом иногда даже организовываются такие, как ознакомительные встречи, при которых идет обсуждение. При этом уже немного затронулась история с менторской программой, когда выпускники нашей программы активно присоединяются и общаются, и даже помогают студентам как первых, так и как первых годов, так и вторых годов определяют свой карьерный путь и выстраивать его. Я, наверное, скажу, что это всего лишь три аспекта, которые довольно сильно бросаются в глазах по сравнению с другими местами, в которых я обучался, и с знакомыми, коллегами, друзьями, с которыми я общаюсь и знаю. Действительно же поступать по причин на ФИПов, и тем более в РЭШ, на самом деле еще больше. Я думаю, что каждый студент и выпускник может отдельно для себя выделить хотя бы три самых главных. Я попытался рассказать то, что, как мне кажется, выделяет нашу программу на фоне российской сферы образования. Спасибо большое, Никита. Спасибо тебе большое за выступление. Спасибо Даше, Артему. Если есть время, тоже оставайтесь в чате. Я всех призываю тоже сдавать ребятам. Может быть, какие-то в частных сообщениях, если какие-то у вас будут вопросы, которые вы хотите задать не на всех, можно пообщаться в чате, пока ребята с нами, какое-то время можно еще пообщаться, пока я буду рассказывать о поступлении. Спасибо большое, Никита. Так, коллеги, сейчас мы приходим к третьей части нашей сегодняшней презентации. Это условия поступления. Надеемся, что сейчас вы видите мой экран. Так, может кто-нибудь просигнализировать? Окей, видно? Да, да, все видно. Итак, мы уже закоснулись этой темы того, что кто поступает на программу. На самом деле, палитра вузов, выпускники, которых поступают на программу, очень широкая. Это и МГУ, различные факультеты, и МГУ, и МГУ, и РЭУ, и МГИМО, как же Артем сегодня нам демонстрировал, и Никита тоже, и финансовый университет, и ПАМО, и РАНСИК, и ряд других вузов. То есть, в принципе, это и экономические, и математические, и физические, и финансовые факультеты, и информатика, и управление бизнес, и география, и юридические. В принципе, это все реально для всех, то есть, действительно, просто кто-то, каждый выстраивает свою траекторию поступления по-разному, в зависимости от своего бэкграунда. Если мы говорим об условиях поступления, то условия поступления заключаются в следующем. Уступительные экзамены включают в себя математику, английский, и на этапе подачи документов с обеседованием. То есть, с 1 июня по 22 июня мы принимаем документы, после чего вы можете обратиться к данным по математическим данным. И также во время приема документов и до 26 июня исключительно, после того, как вы прикладываете к своей анкете мотивационное письмо, дирекция программы готова прийти в университете. Формат экзаменов следующий. Математика — это тест, где вам предлагается ряд вопросов по математическому анализу, ремейной алгебной, теории вероятности математической статистики. Тест занимает полтора часа. Английский — это экзамен тоже тестовый, один час. Он очень похож на те экзамены, которые называются «Кольфу» и «ИЛС», только он включает в себя такую часть, как «Степель». То есть, там есть аудирование, там есть задания в тестовой форме на грамматику и вокабуляр, на понимание текста, и, соответственно, эти все задания необходимо сделать в течение часа. Вступительные экзамены не являются единственным способом возможности поступления на эту программу. На самом деле, траекторий у вас несколько. Можете зачитывать международные сертификаты. Олимпиады «Я профессионал». Что мы принимаем? Мы принимаем «Jury General» — «Quantitative Prisonning», «GMAT» — «Quantitative Section». Я профессионал по математике Олимпиады «Яндекса» для тех, кто учится на английский, «Toyful, IELTS, IECP и ICH». Это то, что вы можете зачеркнуть вместо вступительных экзаменов по математике и английскому на данной программе. Вступительные экзамены сейчас запланированы с 27 по 7 августа. Мы все с вами понимаем, что ситуация может измениться. Если будут рекомендации или указания от министерства образования, безусловно, мы принесем дату, чтобы все смогли сдать свои экзамены в определенное время и поступить на программу. Третий способ поступить на программу — это «Олимпиада Рэжа». Что это такое? Она заключается в следующем, что в один день, как мы проводим ее по суббудам, вы пишете два экзамена математику и английскому в один день. И уже через три дня знаете свой результат. Если вы являетесь победителем или призером «Олимпиады», вы рекомендуетесь в существении. То есть это прекрасный способ поступить досрочно либо подседироваться перед вступительным экзаменом, если вы решили не зачитывать сертификаты по частным джиматам, что является очень частным способом зачетов, сертификатов на данных программах на финансе и на мастерном по финансам. Сейчас, одну секундочку. Опять же, Олимпиада 6 июня, мы ее запланировали давно, на 6 июня, не предполагая, какая ситуация в стране сложится, сейчас мы работаем над онлайн-форматом Олимпиады. То есть, если ситуация будет продолжаться с дистанционным обучением, с дистанционным поступлением, мы переформатируем данный вариант в онлайн-формат, и он пройдет не только в тех городах, которые заявлены сейчас. Так выглядит в общем и целом календарь экстрементов на 2020 год. Соответственно, с первого июня принимаем документы, с шестого июня можете сдавать в ряды, сертификаты вы можете зачитывать до конца приема документов, то есть до 22 июня, и чуть дольше мы отводим время на собеседование, которое тоже входит в процесс поступления на программу. Еще раз обращаю ваше внимание, что как можно раньше вам необходимо загрузить при подаче документов мотивационное письмо, чтобы вы могли уже назначать собеседование, чтобы собеседование не проходили все 24, 25, 6 июля, это просто невозможно организовать, поэтому необходимо как можно раньше начинать этот процесс, даже если у вас нет еще диплома, все остальные документы вы просто постепенно подгружаете при линдике. Сами экзамены будут проходить 27 июля под сих пор август, как я сказала, и 10 августа мы публикуем результаты о рекомендации зачислений, соответственно вы рекомендованы зачислений, вы знаете с каким грантом вы рекомендуете зачислений и подаете документы уже согласия на зачислении. Если мы подробнее останавливаемся на шкале перевода сертификатов, вы можете посмотреть, какие сертификаты мы принимаем, это TOEFL, IELTS, CACP, WC. TOEFL, кстати, сейчас практически два раза в неделю проводят этот сертифик TOEFL IBT онлайн, то есть это аналог офлайнового TOEFL IBT сейчас доступен в онлайн формате, они сделали гораздо чаще теперь его запускают можно. Если мы говорим про шкалу перевода математики, то все мы опять же переводим в BALRESH, 10 баллов, по-английски 10 баллов по математике это ваш максимум 20 баллов на этот программ. Соответственно GRAE General GMAX вы можете зачесть тоже на этом программе GRAE Subject S&M любое из данных сертификатов доступно с зачетом на данной программе в этом экзаменах по математике и вот здесь шкала перевода она также доступна у нас на сайте. По олимпиаде Я профессионалу. Я профессионал олимпиада проводимая Яндексом и рядом российских вузов включает в себя такое же направление как математика. Соответственно медалисты, которые включаются в число победителей, победители и призеры могут учесть в качестве математики на данной программе свои сертификаты победителей и призеры. Победитель 10 баллов, призер 10 баллов. Про олимпиаду еще немного. Из такой статистики прошлого года 32% экспериментов зачли результаты олимпиады в качестве своих специальных испытаний либо по математике либо по английскому, в чем прелесть вступительных испытаний в RASH вы можете собирать их как лего. Например, зачесть математику в качестве сертификата, а по английскому зачесть олимпиаду или написать их или же наоборот. Единственное ограничение при данном сборе лего это то, что до 22 июня до конца подачи документов вам нужно принять решение идете ли вы на вступительные экзамены либо зачитывайте результаты олимпиад и сертификат. Ближайшая олимпиада, как мы сказали, это будет 6 июня. Регистрация доступна на сайте олимпиад.ru Вы можете зарегистрироваться и написать олимпиаду целиком. В таком случае, если вы являетесь победителем призером олимпиады, вы будете рекомендованы зачисления досрочно и получите соответственно определенный грант на этой программе или же, если хотите, вы можете написать одну из частей олимпиады либо математику, либо английский, если другую часть, вы зачитываете в качестве сертификата. Если мы говорим о подготовке, такие вопросы в чате сегодня были. У нас соответственно сейчас действуют онлайн курсы по математике. Был вопрос по поводу курсов в Питере. Да, курсы в Питере в связи с переходом на дистанционку в этом году не были запущены, но на самом деле курсы в Питере были больше ориентированы на программу магистры экономики, потому что они включали ряд теорий термостат для программы финансовой институтой банки. Курс по математике в 50-х кодемических часов буквально скоро он уже стартует, ему можно присоединиться, зарегистрироваться можно на сайте или на писат на Абитур. Курс по английскому тоже стартует уже в субботу, а в четверг будет тестирование по этому курсу, так что можно тоже присоединиться достаточно оперативно, всех призывает отдел сейчас еще будет слайд на эту тему. Самостоятельно вы можете заниматься по вебинарам, которые у нас есть в разделе абитуриенты материалы для подготовки, там есть видео на записи наших вебинаров для программы, также если вы хотите заниматься с репетитором, студенты и выпускники РЭШ часто практикуют такое занятие по скайпу или в сумме, как сейчас это часто бывает, поэтому если вы хотите найти эти репетиторы из числа вот скульков студентов РЭШ вы можете написать приемную комиссию на абитури собачка мы пришлем контакты дальше уже все действия будут происходить между вами то есть мы не институционально не оформляем репетиторов это такая частная практика но достаточно воспринимая еще раз по подготовительным курсам которые будут проходить онлайн в этом году для программ финансового суббанка финансового математика старт 14 апреля регистрация для поступающих если у вас какие-то возникают проблемы с сайтом вы всегда можете писать на абитури .ru 11 апреля стартует английский тестирование будет приходить для этого курса по английскому 9 апреля соответственно там нужно определенный уровень английского иметь конечно к июлю мы не подготовим вас с апреля по июнь если у вас английский нулевой то действительно души определенной уровень уже нет у вас будет 9 апреля час на заполнение онлайн теста вы приглашаетесь на подавительные курсы если на сайте не дается зарегистрироваться пишите на амбитур нас.ру мы с курсом вас оперативно свяжем и зарегистрируем по плану приема грантам и стоимости в 2020 году соответственно план приема на программу финансов инвестиции банки в 45-55 в этом году бюджетное место одно как мы уже обсудили и Олег уже в этом пункте не будем останавливаться чтобы оперативно гранты на обучение до 80% стоимость 560 тысяч в год гранты и другие виды материальной помощи на самом деле в РЭШ достаточно широко представлены это гранты на обучение на общежитие и стипендии и целевая поддержка и консистация затрат во время обучения программы работы учились когда вы можете на основании почасовой оплаты выполнять какие-то работы внутри сотрудников РЭШ или работать в Ресерч Ассистенте или работать с Пичей Ассистентом на самом деле вариантов очень много если мы говорим как конкретные гранты для конкретной программы то соответственно до 80% 80% за 20 баллов из ВТТ и далее по нисходящим 10% шаг каждого балла за Олимпиады я профессионал в направлении финансов кредит и математик вы можете получить дописки гранта есть гранты которые не касаются вашей стиваники это гранты основанные на материальном положении региональных грантов и грант на покрытие общежития при подаче документов вы подаете справку о доходах семьи справку о социальной семьи и на основании среднего дохода вашей семьи принимается решение о предоставлении грантов регионального и грантов на общежитие также тем кто будет слушателем наших курсов закончит эти курсы и получит соответственно сзамен получит о высшении квалификации стоимость курсов при поступлении в полном объеме возвращается здесь примеры тех стипендий которые у нас доступны для студентов магистратуры то есть до 40 тысяч в месяц и немного об образовательном кредите сейчас для обучения на программу магистратуры доступно соответственно три вида кредитов три банка широко известный кредит господдержка ЭТГЕР Почтабанк который называется Знание Сила и Банк Русской Стандарте если Сбербанк и Почтобанк это достаточно такие пакетные решения которые доступны для всех вузов которые аккредитованы Сбери и Почтобанке и мы аккредитованы Сбери и Почтобанка то Русский Стандарт это такое персональное решение только между Русским Стандартом и РЕШ если вы позвоните на какой-нибудь ресепшн или общий телефон Русского Стандарта этого кредити вам не расскажут, так что если вам нужна более подробная информация, нужно будет обращаться именно в приемную комиссию, мы вас сориентируем, какие контакты и заказы в стандарте вам необходимы для того, чтобы взять такой кредит. Действует это следующим образом, соответственно, вы заключаете договор на обращение с этим документом, и банк выносит решение о подобрении данного кредита. Чем они отличаются? Помимо процентной ставки, как вы видите на слайде, то, что в Сберии в почтабанке во время обучения вы выплачиваете проценты, а в русском стандарте вы не выплачиваете ни тело кредита, ни проценты во время обучения, соответственно, все начинается после того, как вы заканчиваете обучение, в течение этого года. Еще раз напоминаю о том, что можно зарегистрироваться сейчас на Олимпиаду, которая пройдет 6 июля. Еще раз наш адрес, по которому вы можете задать нам все вопросы по просмотрению. Я останавливаю свою презентацию, буду готова ответить на любые вопросы. Алиса, моя коллега, уже отвечает вам в чате, что если будут еще вопросы, мы готовы, соответственно, отвечать, сколько их будет на связи с этим. Мы всегда в почте, мы всегда на связи, можно звонить там, на сайте есть даже телефон, можно сюда его продумировать. И сайт у нас периодически ввисит в последнее время, потому что школьники ищут российскую электронную школу и обрушили нам сегодня сайт. Поэтому имейл и телефон, они никаким этим воздействием не поддерживают, не подвергаются, мы всегда на связи. Про условия получения общежития, соответственно, это общежитие предоставляется региональным студентам, которые прописка не московская за пятом по железнодорожным кругам. Алиса, моя коллега, уже отвечает, что если у тебя есть еще какие-то условия по поводу общежития, ну вот на самом деле по общежитию, в принципе, опыт у нас следующий. Сколько заявлений мы в прошлом году получили на общежитии, столько людей было предоставлено. Общий опыт всегда положительный, всегда найдутся условия, чтобы разносить себя на людей. С подмосковьем и Москвой сложнее, потому что все-таки в первую очередь приоритет у нас для тех, кто является региональным студентом. Общежитие стоит около 6500-6000. А про программу экономика и анализ данных, уточнение на сайте, который был пока не следующий. Там не бюджетные места, там программа дополнительного образатора не является институтурой, поэтому, соответственно, бюджетных мест там не предусмотрено. Те, кто осилит вступительное испытание в ШАС и успешно зададут экзамен по английскому ВРЭШ, будут зачислены со 100% грантом. Грант необходимо подтверждать после первого курса, то есть учиться нужно хорошо на 4 и выше. Средний балл должен быть на 4 и выше. А минимальный балл имеется в виду, что в КРЭШовский балл 5 баллов. Ну, я бы сказал, если вы видели вступительный экзамен по математике, и если вы делаете его лучше, чем я, там хотя бы решаете, сколько там стало задачи. Ну, раньше было 5 задач, типа, а я решил 4 из 5. Сейчас их стало там что-то больше, я запутался сколько, и я решаю уже меньший процент. На самом деле там такая жесткая олимпиада, то есть, в принципе, если вы способны такой экзамен решить на условный минимальный балл, то мы вам аплодируем и рады будем вас видеть. Просто, ну, попробуйте там, мягко говоря, очень неприятный экзамен. Это Олег имеет в виду прошадовский, да, именно про экономику и анализ данных. Там интересный квест, да, интересный квест, они и анализ данных проверяют, у них там все добавилось. Достаточно, достаточно интересная история, да, для тех, кто хочет зарядку для ума сделать достаточно серьезно. Да, я готова еще ответить на какие-то вопросы, если они будут. Олеся тоже отвечает. Если есть вопросы к Олегу, потому что уже, в принципе, мы обещали вам, что мы закончим за часом, немножечко уже задерживаемся. Если есть вопросы к Олегу, давайте спросим у аудиторию. И если нет, Олег, мы тогда вас искренне поблагодарим за вашу презентацию и участие. И просто ответим на вопросы поступления. Меня спросили в чате, что это за странный график у меня за спиной. Это, на самом деле, не странный график, это график безработицы в американской экономике по итогам 28 марта. Сохранен, и чтобы Олимпиады вы могли зачистить в качестве поступительных стадий. Продвижение самоизоляции до 6 июня мы прогнозировать не можем, поэтому мы просто делаем свою домашнюю работу, чтобы, если она продлится, это не повлияло на вашу презентацию. Да, я вернулся и могу снова отвечать на вопросы. Да, уважаемые, слушайте, есть ли еще вопросы по программе Коллегу? Можно голосом, на самом деле, если вы боитесь писать. Да, мы можем писать слово уже. Можно, на самом деле, писать голосом. Да. Здравствуйте, такой вопрос. А если я уже получил классическое экономическое образование, то зачем мне поступать на МАМ? То есть, какие преимущества экономист могу получить? Вы просто сегодня говорили про философов-историков, а вот мне интересно, как экономист, если что-то даст специальность на методы в экономике. Ну, смотрите, значит, это финансовая программа, еще раз подчеркну, да, она не является экономической программой. Это программа, которая пытается разобраться именно с финансовой индустрией, включая консалтинг и какие-то другие направления деятельности, которые вы, наверное, сами понимаете, что финансовые. И, смотрите, правильный ответ у меня всегда один. Мы зачем проводим собеседование? Там просто был такой вопрос в чате. Почему как бы по полчаса каждый раз заставляем приходящих к нам абитуриентов с нами разговаривать? Ровно для того, чтобы определиться им это вообще зачем. То есть, они вообще должны думать о такой программе, или надо о ней немедленно забыть и заниматься чем-то другим. Потому что вы абсолютно правы. Для части людей, особенно, которые работают условно в BCG, Макинди, Бэйне, там, я не знаю, где-то в других хороших топовых консалтинговых компаниях, где-то уже там в международных банках типа Goldman Sachs. Но им это все не нужно, на самом деле, на мой вкус, опять же, как директора. Пусть они поработают, поймут, что хотят дальше. Хотят российской карьеры. Может быть, мы им сможем улучшение этой карьеры, да, может быть, мы им поможем, может быть, Сколково, может быть, там, я не знаю, надо ехать на международные программы. Это все вопросы, которые приходится решать отдельно взятому человеку. И вот ситуация, в которой вы говорите, я экономист, поэтому я все знаю, она же правильная, вы абсолютно правы. И так, собственно, и есть. Мы, наверное, предпочитаем работать с теми, кто понимает, что он что-то, наверное, по финансам хотел бы усилить в своих компетенциях. И несмотря на то, что это слово мерзкое абсолютно. И наша цель и наша польза именно для тех, кто понимает, что он что-то не понимает. Я просто не знаю, какой у вас там сейчас бэкграунд, и где вы работаете, допустим, да. Но если вы уже нашли себя в карьере, серьезно, ну, не надо останавливаться, особенно в такие времена, как сейчас. Поработайте, если вас компания продолжает, как бы предпочитать, содержать и пользоваться вашими услугами. Замечательно, так и надо продолжать. Поэтому мне кажется, что нет, это не экономическая программа, нет, это совершенно не история с тем, что мы те же самые курсы, которые, если вы сравните с другими сильными программами, делаем. У нас совсем другая программа по своей структуре. И опять здесь лучше идти от курсов всегда, чем от чего бы то ни было еще. И с другой стороны, мы, конечно, не всем можем помочь, не всем можем принести пользу. Это объективный факт. Мы поэтому и не набираем 5000 человек в год, берем там в среднем 50, допустим. Ровно для того, чтобы им помочь. Спасибо большое, вы ответили на мой вопрос. Отлично, коллеги, есть ли еще вопросы? Давайте еще две минутки, мы готовы остаться в чате. Олег, по поводу собеседования еще один вопрос к вам. Я не хотел бы отвечать на этот вопрос вслух, потому что мы эту запись, наверное, выложим. Но смотрите, я просто еще раз... Там выложим эту запись. Я поясню свою позицию. Вот представьте, что вы пришли и сказали, как классно, что я смогу поступить на PHD, а еще у вас дают бесплатное печенье, и вы мне даете 10 бюджетных мест для моих друзей заодно. После такого начала разговора мы, наверное, должны с вами примерно очень быстро понять, что это немножко не так, и разойтись в своих дальнейших путях. И собеседование очень часто помогает людям осознать, что они вообще хотят. Потому что у нас уже было не раз, что люди вот прям вот... Хочу вот... Ну, это не конкретный ваш пример там, да? Хочу прийти на программу. Но когда им начинаешь как бы подробно раскладывать, как это может повлиять на их будущую карьеру, и почему это совершенно для них в конкретном, отдельно взятом кейсе бесполезно, люди гораздо лучше начинают осознавать, что действительно, может быть, они погорячились. И это двусторонняя история. То есть это не только наша попытка посмотреть на вас, это и ваша попытка уточнить, кто мы такие. Поэтому мне кажется, что здесь надо это воспринимать примерно таким образом, что вот это очередное короткое, но маркетинговое мероприятие, которое мы пытаемся с вами пройти для лучшего понимания обеих сторон. А так, ну, скажем аккуратно, не раз были кейсы, когда люди не приходили на программу после этого. Я просто уточню, да, это уже вот получается 4-5, наверное, 5 лет собеседований с моей стороны, и, соответственно, может, даже 6. Но я по моим подсчетам провел штук 500, наверное, вот за эти 5 лет. И вот удивительно, действительно, мое понимание того, кому полезно, а кому нет, оно оказывается правильным. Хорошо, спасибо большое. Я так понимаю, что это был последний наш вопрос. Если у вас остались еще вопросы, мы всегда на связи в онлайне и в какой-то перспективе в оффлайне, конечно, тоже. Олег, спасибо вам большое за ваше участие, за вашу презентацию. Всем участникам, всем слушателям спасибо большое за ваши вопросы и за интерес к программе. Мы на связи, пожалуйста, обращайтесь. Напоминаю, что если вы хотите участвовать в курсах по подготовке, которые стартуют уже в субботу, вам необходимо уже прямо сейчас регистрироваться, записать, потому что в четверг уже тестирование. Не забудьте, пожалуйста. Всем удачи, здоровья. Спасибо большое. Спасибо, вам на связи. Спасибо. Всего доброго.